Мы много рассказывали вам о ходе капитального ремонта на главной пешеходной улице Твери. Но многих тверичан интересует вопрос, когда закончится приведение в порядок другого видового места областной столицы, сквера у речного вокзала. Этот вопрос действительно волнует многих горожан и гостей областного центра, которые по сей день прибывают к нам через речные ворота, легендарный Тверской речной вокзал. На каком этапе ремонтной работы в сквере и что известно о сроках их окончания, расскажем в следующем сюжете. Речной вокзал. Именно отсюда начинается путешествие всех гостей столицы Верхневоложья. За сезон сюда причаливают десятки, а то и сотни кораблей. Это так называемые речные ворота в областной центр. Именно отсюда закладывается и начинается первое впечатление о нашем городе. Артём приехал в Твери с Казахстана в городе на один день. Первое впечатление приятное, делится мужчина. Нравится, что река тут течёт. И для меня это немножко диковато, как человек из Средней Азии. Я сейчас кушаю. Тамара тоже впервые в Твери, несмотря на то, что живёт рядом в Москве. Крупный город с развитой промышленностью. Исторические места очень значимы. И с Пушкиным связаны. И с нашей церковью православной Борисоглебский монастырь хотелось бы посмотреть. В общем, памятник Афанасию Никитину хотелось бы посмотреть. В общем, много хотелось бы посмотреть. Но сейчас, выйдя с теплохода и пройдя несколько метров, для туристов открывается не слишком приятный вид. Разрытые канавы, пешеходные дорожки выложены щебнем. Вдоль них лежат строительные ограждения. Ремонтировать сквер на набережной Афанасии Никитина начали ещё весной. Сроки начала и окончания работ здесь постоянно сдвигались. В итоге взялись рабочие за ремонт в мае. Сдать сквер обещали 30 июня. Потом дату сдачи объекта перенесли на август. На календаре уже октябрь, а Воссуны не там. Тверичане ждут, чтобы место отдыха обустроили до конца. И мечтают о том, как ещё украсить эту часть набережной. Конечно, ждём, когда всё здесь уже будет реставрировано. Можно посадить цветы где-то. Цветочки, цветущие кусты, например, там, жасмин, сирень. Было бы красиво. Когда цветёт всё весной, было бы замечательно. Ларьков не нужно точно. Скамеечки красивые. Ну, чтобы дорога была хорошая, не спотыкаться. Похоже, в Твери появился новый долгострой. Мы направили запрос в администрацию города, чтобы узнать о сроках окончания ремонтных работ. Как только что стало известно, администрация Твери расторгнула контракт с подрядчиком. Сейчас идут необходимые организационные процедуры. Поэтому о сроках окончания работ пока говорить, увы, не приходится. Мы будем следить за ситуацией на этом объекте. И обязательно расскажем о любых подвижках в следующих выпусках новостей.